Guten Tag liebe Freunde! Я наконец-то получила свой сертификат B1 на шестой неделе ожидания после самого экзамена. И сегодня я хочу рассказать, как проходил сам экзамен и дать парочку советов по поводу изучения немецкого языка. Экзамен состоял из трёх частей. Первая часть была Leisen und Hören. Она проходила, если я не ошибаюсь, где-то час двадцать, час тридцать. Вторая часть была Schreiben, мы писали письмо. И третья часть была Sprechen. Чтобы получить сертификат B1, в части Hören und Leisen нужно набрать от 33 до 45 пунктов. В части Schreiben от 15 до 20 пунктов. И в части Sprechen от 75 до 100 пунктов. Если кто-то получил меньше баллов, то он получает сертификат A2. Для того, чтобы получить сертификат A2, по части Hören und Leisen нужно было набрать 20-32 пункта. По части Schreiben от 7 до 14 пунктов. По части Sprechen от 35 до 74,5 пунктов. Когда я подготавливалась к экзамену, на сайте института ГИЛТ в Киеве я скачала образец экзамена. Еще можно зайти на сайт института в Москве, и там есть другие образцы. И вот там в части Leisen и Hören 60 вопросов. Там чуть-чуть посложнее. Когда начался экзамен, мы зашли в класс, который был рассчитан примерно на 50 человек. Каждый сел за определенный стол. На этом столе стояла табличка с фамилией. То есть куда угодно. Часть Hören была не тяжелая. Практически все вопросы я поняла, и я была уверена, что на большинство вопросов я ответила правильно. По части Leisen было тоже не сложно, потому что очень много было знакомых слов. Мы тренировались перед тем, как сдавать этот экзамен несколько раз. По этой части я тоже была уверена, что я набрала определенное количество баллов. По поводу Schreiben нужно было написать письмо и выбрать, что ты будешь писать из двух вариантов. Первый вариант был, что вы должны работать, но приезжает ваш сын с другого города, и вы просите своего коллегу отработать за вас, и вам нужно договориться с этим коллегой, когда вы будете за него отрабатывать. Второе письмо было, что ваша дочь заболела, и она не может прийти в музыкальную школу. Спросите учителя, напишите письмо учителю, что с ней случилось, когда она снова будет здоровой. Домашнее задание они задали на следующую неделю. После того, как мы уже вышли, я у всех спрашивала, какое письмо вы написали. Все буквально написали второе письмо, потому что тема была легче. На каждый вопрос в письме нужно было написать по два предложения. Три вопроса, шесть предложений. Но я старалась написать как можно больше. То есть в задании не было, сколько слов должно быть в письме. А когда я тренировалась по нашим украинским заданиям, там было такое задание, что нужно написать не менее 80 слов. То есть тут таких максимальных и минимальных ограничений по письму не было. Главное, что было в письме. Представиться, на каждый вопрос написать по два предложения и правильно попрощаться в соответствии от того, кому вы пишете письмо. Ну, те люди, которые сдавали уже экзамен на сертификат А1, знают, о чем я говорю, поэтому я не буду углубляться в эту тему. Третья часть была шпрехи. Мы вышли все из класса. Висел список, кому в какое время подойти. Мы уже заранее знали, с кем мы будем общаться. То есть мы выбрали друг друга, когда учились на этих курсах. Тренировались друг с другом по разным темам. И я общалась с одной девочкой из Ирана. Она так очень хорошо разговаривала на немецком языке. Мы с ней рядом все время сидели на курсах. Больше всего общались, и я ее понимала. И вам нужно представиться. Вам нужно рассказать, как вас зовут, где вы родились, где вы живете сейчас, кто вы по профессии, о вашей семье немного, и на каких языках вы разговариваете. Простая часть задания, потому что можно подготовиться, просто это зазубрить, и проблем с этой частью задания ни у кого не возникает. Потом они задают дополнительные вопросы. И я рассказала, что я в Украине работала на железнодорожном вокзале дежурной по станции. Спросили, да, а что делает дежурная по станции? Я сказала, управляла движением поездов. Я думала, что этого достаточно, и они не будут углубляться в тему. Но они у меня спросили, ой, мы не знаем, как это происходит, может быть, ты нам объяснишь. Я была не готова к этому вопросу, но дома я чуть-чуть посмотрела технические термины. И я не на все термины нашла перевод, потому что мне надо было сказать, я приготовила маршрут. То есть я в словаре посмотрела, я нашла только маршрут, несколько слов перевода, например, как маршвэк. Там был такой перевод. Мне муж сказал маршвэк, это когда маршируют солдаты, называется маршвэк. Ну, я это слово все равно употребила. Я сказала, что у меня было пульт-табло. Пульт-табло я, конечно же, тоже не нашла в словаре. Я просто сказала электришетафель, это электрическая доска. Я сказала, что на этом пульт-табло я устанавливала маршрут, открывала светофоры. То есть это даже не каждый человек поймет русскоговорящий, потому что у меня тоже, когда на Украине спрашивали, что ты там делаешь, я им объясняла, и они не совсем понимали, о чем идет речь. И когда я им объяснила на ломаном немецком языке, и я так считаю, что я употребила неправильные немецкие слова, я думала, что все, они меня на этом завалили. И что эту часть я удачно не сдам. Ну, у меня, конечно, была там, теплилась еще надежда. Мой муж был во мне уверен, и он всегда говорил, что с первого раза ты сдашь экзамен B1 на 100%. И мой учитель тоже говорил, по этому поводу ты даже можешь не волноваться, я уверена, что ты сдашь экзамен. Потом они меня спросили, кем ты хочешь работать в Германии, где ты хочешь учиться. Я сказала, что я хочу получить еще сертификат C1, после этого я буду решать, с какой образованием я буду получать. Но так как я в Украине имела техническую профессию, здесь, в Германии, я хочу получить какую-то креативную профессию, связанную с творчеством. Ну, их удовлетворил мой ответ, они больше ничего не спросили. Для задания нам нужно было описать картинку. Картинку мы не выбирали, они нам давали картину. И мне попалась картина, на которой был нарисован мужчина в цветочном салоне. То есть он там какой-то букет собирал. Я рассказала, что на этой картине я вижу цветы. На заднем плане стояли вот такие вот плетеные корзиночки. Но я не знала, как это будет на немецком, поэтому я так и не сказала, что я вижу эти корзины на заднем плане. Я просто сказала, что это цветочный салон. Я считаю, что этот мужчина получил новый заказ, и он подготавливает новые букеты. На третьей части задания нам нужно было общаться с моей партнершей. Нам попалась тема такая, что мы закончили языковые курсы, и мы хотим с группой собраться. И нам нужно решить, где мы будем собираться, что мы будем есть, в какое время. Ну, так как мы с ней тренировались по этим темам, для нас это было вообще не проблематично. И после этого экзамена нужно было ждать результат от 4 до 6 недель. Я не скажу, что я очень хорошо разговариваю на немецком языке. Я, например, не знаю, какой род у многих слов, которые я употребляю. Поэтому артикль я могу употребить неправильно или вообще его не употребить, для того, чтобы не делать ошибок. Я не знаю множественного числа от всех слов. Но зато я обладаю достаточным количеством слов для уровня B1. И я больше даже понимаю сам язык, чем могу выразить свои мысли на немецком языке. Например, я очень редко смотрю немецкие каналы. Мне неинтересно. Я начинаю смотреть, потом у меня такое ощущение возникает, что я теряю свое время зря, и я переключаю на русские и украинские каналы. Например, если мне какой-то фильм уже давно нравился, я его посмотрела на русском языке, я его тоже могу посмотреть на немецком языке. Как я подготавливалась к экзамену? Я читала книжку на немецком языке вслух. Очень полезное дело при изучении языка. Вы вырабатываете технику чтения и учитесь правильно разговаривать на иностранном языке. Конечно, если вы живете с немцем и есть кому вас исправлять, это хорошо. Я, допустим, муж, он никогда не промолчит, если я что-то говорю неправильно. Я с ним начинаю разговаривать, я хочу донести до него мою мысль. И когда он начинает меня исправлять, я уже иногда даже забываю, о чем я хотела сказать. Я ему говорю, ты даже не представляешь, как мне трудно с тобой разговаривать. Добавить хорошую программку-переводчик, которая называется Лео. Минус только этой программы в том, что она работает онлайн. В этой программе можно посмотреть, как употребляются глаголы в presence, в форме, particip, future, vergangenheit, например. Очень полезная программа, всем советую. Еще один совет по изучению немецкого языка – это писать диктанты. То есть мой муж диктовал мне, а потом, если я какое-то слово не понимала, я говорю «пожалуйста, бухштабирен бите», то есть по буквам произноси «пожалуйста». Он мне произносил по буквам это слово. Я потом сама у себя проверяла. Это важно, чтобы не он проверял, не кто-то, а вы сами себя проконтролировали, потому что он лучше так запоминается. И я писала диктанты, и он мне говорил, что у нас очень много безграмотных немцев, и ты пишешь даже не хуже, чем они. Но тем не менее, несмотря на все мои неидеальные знания, страшен черт, как его рисуют. Немцы на самом деле, они не жадные на пункты. Поэтому по части «Хёрен Лейзен» я получила 41 пункт, по части «Шрайбен» – 19, и по части «Шпрехен», чего я вообще сама от себя не ожидала, и в чем я сама больше сомневалась, я получила 97 пунктов. Для чего нужен этот экзамен Б1? Это был мой выбор. Не обязательно его здесь сдавать, но так как я хочу поступить куда-нибудь, учиться в будущем, «Я хочу получить сертификат С1». И сертификат Б1 нужен для получения гражданства. То есть это одно из условий, но не единственное, как вы можете получить гражданство. Внимание, филингрюсен, чуз.